Девушки отдыхают Это второй визит министра основных дел за два года и является выражением того внимания, которое уделяет Россия двусторонним отношениям между нашими государствами в рамках тех исторических отношений, которые связывают наши страны, которые со 1967 года основаны, обсудили двусторонние отношения. А также ситуацию на Ближнем Востоке приветствовали роль России в регионе. Россию и народы двух стран связывают исторические отношения, превосходные отношения. Больше 56 лет назад были установлены технологические отношения. Но на самом деле эти отношения носят более исторический характер. В 1908 году российский корабль заходил в порт Кувейта. С тех пор эти отношения развивались по восходящей. Высоко ценим позицию России во время оккупации Кувейта Ираком в 1990 году, а также поддержку России всех международных решений Совета безопасности в этой сфере в это время. Сегодня я и министр Лавров встретились, прошла аудиенция у эмира государства Кувейта Сабаха Сабаха. Мы выслушали его позицию, его наставления, советы, как нам действовать дальше в отношении региональных проблем. Также он дал поручение работать над укреплением двусторонних отношений между дружественными государствами. Он также указал на те соглашения, которые были достигнуты в ходе его исторического визита в Сочи в 2015 году, а также те договоренности, соглашения, которые были подписаны в различных областях. Мы провели полезные и конструктивные переговоры с мыслями странных дел, затронули ряд тем, которые направлены на развитие механизмов партнерства и взаимодействия между нашими странами в различных областях, в первую очередь в экономической и торговой сфере. Также затронули вопросы региональной и международной повестки дня, а также те политические действия и взаимные усилия, которые направлены на восстановление и сохранение поддержания безопасности и стабильности в регионах. Что касается конфликта между странами Хрисийского залива, мы высоко оценили роль России, направленную на преодоление этих разногласий, а также выразили признательность за ее позицию в поддержку усилий посреднических, которые предлагает Кувейт. Хотел бы выразить гордость и удовлетворение уровням двусторонних отношений и координации, которые проходят между нашими странами в Совете Безопасности ООН, в первую очередь то, что касается региональных проблем, а также те по всем вопросам, которые включаются в повестку дня этой организации. Вновь хотел бы приветствовать моего друга, министра Лаврова, и предоставить ему слово. Дальше спасибо, уважаемый господин министр, дорогой друг, дамы и господа. Сегодня утром состоялась аудиенция в его сочетство и мира государства Катар, в ходе которой были затронуты основные вопросы нашего двустороннего взаимодействия и региональные сюжеты. Сейчас мы провели с заместителем представителя Совета министров, министром иностранных дел Кувейта, господином Сабахом Аль-Халедом Ас-Сабахом, очень хорошие, насыщенные переговоры, более детально рассмотрев ход выполнения тех принципиальных договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита высочества и мира в Российскую Федерацию в 2015 году. Мы подтвердили обоюдный настрой на укрепление наших дружественных связей по всем направлениям и особое внимание уделили предстоящим контактам по линии наших экономических ведомств. Буквально сегодня же в Кувейте проходит заседание, очередное заседание, шестое заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором будут рассматриваться все те задачи, которые позволят нам двигаться вперед, прежде всего в сфере расширения торговли и инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций и Кувейтское инвестиционное агентство разрабатывают совместные проекты, их уже несколько десятков, на сумму которой приближается к 200 миллионам долларов. Российские компании, такие как «Газпром», «Новотек», «Зарубежнефть», «Интерравоинжиниринг» имеют конкретные планы, часть из которых уже реализуется в сотрудничестве с кувейтскими партнерами. Мы такие отношения активно поддерживаем. Отрадно, что развиваются связи и по военной линии. Кувейт участвует в ежегодных международных военно-технических форумах «Армия-2018», сейчас будет 19, и Кувейт традиционный участник танковых биатлонов, которые проводит Российское министерство обороны. Это укрепляет контакты между людьми, в том числе и в таких спортивных баталиях. Гуманитарные связи, образовательные связи, гастроли коллективов, кинофестивали – все это весьма и весьма востребовано, и мы продолжим сотрудничество в этих вопросах. В прошлом году здесь был фестиваль российского кино, в этом году, в следующем месяце, откроется художественная выставка, и интерес, обоюдный к обогащению наших связей такого рода формами. Мы поддерживаем развитие межпарламентского взаимодействия. В скором времени по приглашению представителя Сайта Федерации Валентина Матьвиенко Россию посетит председатель национального собрания Кувейта, господин Марзук Альганем. Что касается контактов между внешнеполитическими ведомствами, они у нас традиционно насыщенные, доверительные и охватывают весь комплекс актуальных проблем региона и международных отношений. Особое внимание мы уделяем взаимодействию с Кувейтом в Совете Безопасности ООН, где государство Кувейт является сейчас непостоянным членом. Договорились дополнительно провести экспертные консультации по повестке дня Совета Безопасности. У нас совпадающие и очень близкие взгляды на актуальные международные проблемы. Особое внимание уделили, что, естественно, ситуации на Ближнем Востоке и на Севере Африки, включая Сирию, Йемен, Ливию, Ирак, и высказались с единых позиций о необходимости урегулирования всех конфликтов исключительно политическими, мирными средствами в строгом соответствии с нормами международного права через инклюзивный национальный диалог. Подчеркнули необходимость скорейшего возобновления прямых палестино-израильских переговоров на имеющейся международной правовой основе, которые включают в себя резолюции Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи ООН и Арабскую мирную инициативу. Мы привержены этим принципам и считаем крайне важным отстаивать их в дальнейших усилиях по палестино-израильскому урегулированию. Согласились также с необходимостью помочь палестинцам восстановить единство в своих рядах, чему, мы надеемся, способствовала состоявшаяся в прошлом месяце в Москве третья межпалестинская встреча с участием 12 самых известных палестинских политических группиров. Затронули мы и ситуацию в Персидском заливе, в том числе с учетом известного российского предложения о налаживании здесь диалога с укреплением доверия и повышением безопасности с участием всех прибрежных стран. Имеется в виду страны Совета сотрудничества Арабских государств Персидского залива и Исламская республика Иран. И, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы продвигать в этом регионе конструктивную объединительную повестку дня, которая вовлекала бы в работу, в совместную работу всех без исключения стран региона. Я еще раз хотел бы в заключении поблагодарить наших кувейских друзей за атмосферу радушия и гостеприимства, которое мы почувствовали сразу же по прибытии в эту прекрасную страну. Спасибо. Сергей Викторович, вчера на встрече с сирийцами из Высшего комитета по переговорам с сирийской оппозиции в Ирьяде вы сказали, что Москва и Ирьяд нашли понимание по всем основным темам сирийского урегулирования. Идет ли речь о том, что произошло продвижение по спорным моментам? Насколько далеки сирийские оппозиционеры, участники вчерашней встречи, от прямых переговоров с Дамаском? Суали Тани, Лима Али-Луазир Аль-Куэйти. Второй вопрос. Какие перспективы возвращения Сирии в Лигу Арабских государств? В Ирьяде мы очень подробно говорили о Сирии с моими собеседниками. Мы прежде всего с министром иностранных дел и государственным министром по иностранным делам затрагивали эту тему и в ходе аудиенции у его величества короля Сальмана. Когда мы говорим, что у нас совпадение по ключевым вопросам сирийского урегулирования, мы имеем в виду, во-первых, то, что Саудовская Аравия, как и Российская Федерация, как и многие другие ответственные страны, категорически добивается искоренения террористической угрозы на сирийской территории и рассматривает эту задачу в качестве приоритетной. Во-вторых, Саудовская Аравия, как и мы, считает важным направлять в Сирию не только гуманитарную помощь, но и содействие, нацеленное на создание условий для возвращения беженцев, имея в виду обеспечение элементарных условий проживания, имея в виду снабжение электроэнергией, водой и наличие элементарных социальных и образовательных услуг. Многие страны, прежде всего западные, считают такого рода содействие чрезмерным и настаивают на том, чтобы его обусловить неким устойчивым прогрессом в политических переговорах. Мы убеждены, что создание элементарных условий, о которых я упомянул, для людей, чтобы они могли возвращаться к родным очагам, имеет сугубо гуманитарный характер, и такое же мнение мы услышали вчера в Эрлияде. Ну и в-третьих, Саудовская Аравия, как и мы, считает необходимым как можно скорее завершить создание Конституционного комитета, перестав выискивать предлоги для искусственного торможения этой работы. Что касается сирийской оппозиции, с которой мы провели встречу в аэропорту, перед тем, как мы отправились в Кувейт из Саудовской Аравии, то беседа с ее руководителем Насром Харири, который возглавляет так называемый Сирийский комитет по переговорам, была достаточно конструктивной. Мы призвали наших собеседников к тому, чтобы они действовали в русле резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая определяет в качестве магистрального направления сирийского регулирования диалог между самими сирийцами. Ну и относительно того, что вы спросили, как они далеки или близки к участию в прямых переговорах с Дамаском, но дело в том, что Конституционный комитет, который вот сейчас завершается, его формирование завершается, он включает в себя, уже включает 50 представителей правительства и 50 представителей оппозиции. Во формировании вот этой оппозиционной части непосредственное участие принимали и наши вчерашние собеседники. Так что их интересы будут достойным образом представлены. На следующей неделе 8 лет пройдет с того момента, как Сирия погрузилась в разрушение, начнется 9-й год. С учетом того, что Сирия является одним из государств-основателей Лиги Рабских государств. Прошедшие годы много принесли разрешений, отбросили Сирию нам многие поколения назад, во многих в образовательной, культурной, гуманитарной сфере. Поэтому мы призываем за возвращение Сирии к нормальной жизни, возвращение Сирии в арабскую семью. Считаем, что это будет... И это дело мы будем приветствовать и будем самыми счастливыми, если это случится. Мы призываем и приветствуем участие самих сирийцев в политическом процессе, в разрешении проблем, которые сейчас есть, преодолении хаоса, который в их стране продолжается на протяжении последних 8 лет. Сирия является ключевой страной региона для обеспечения безопасности и стабильности здесь. Представители египетской газеты, Вапа-Славрову, Катар, Саусская Аравия, Кубейт, Эмираты. Хлэль, во время этих визитов вы какую-то предлагаете инициативу России по преодолению кризиса в Заливе, с учетом того, что ковид играет здесь определенную последническую роль? Второй вопрос. Что касается сделки Вилка и разделов и отменов в различных областях, есть у вас какие-то детали? Мы хотели бы услышать больше подробностей по этой сделке. Мы бы тоже хотели услышать больше подробностей по этой сделке, потому что то, что просачивается в виде слухов и домыслов, очень тревожит. И тревожит потому, что если то, что мы слышим от наших друзей, которые что-то слышали от американцев, если все это правда, то речь идет о перечеркивании всего, что было сделано по созданию основ для палестинско-израильского регулирования, для создания государства Палестина, который будет территориально целостным и суверенным, и будет бок о бок в безопасности жить с Израилем и со всеми другими своими соседями. И тревожит также то, что подвергается атакам арабской мирной инициативы, которая была в Саудовской Аравии в свое время предложена, поддержана всеми членами Лиги арабских государств, была поддержана в организации исламского сотрудничества, и которая предполагала нормализацию отношений между арабским миром и государством Израиль после того, как будет воплощен в жизнь двухгосударственный подход к палестинской проблеме. От этого тоже, повторю еще раз, есть ли верные слухи, о которых мы слышим, от этого тоже хотят сейчас отойти. Но еще раз хочу сказать, что будем окончательно судить после того, как Соединенные Штаты с таким предложением выступят. Надеюсь, они впитывают те представители США, которые готовят эту инициативу, надеюсь, они впитывают те сигналы, которые им посылают страны региона, да, собственно говоря, и члены Совета безопасности, и в целом члены ООН. Что касается поездок страны региона, которые сейчас осуществляются, мы начали с Катара, продолжили в Саудовской Аравии, сегодня в Кувейте, вечером будем перелетать в Объединенные Арабские Эмираты, то это регулярный цикл наших консультаций, мы поочередно наносим друг другу визиты, обмениваемся мнениями, оценками, прогнозами относительно событий, которые развиваются в регионе, которые тревожат и страны, расположенные здесь, и оказывают влияние на общую международную обстановку, в том числе на работу ООН. Мы, конечно же, затрагивали ситуацию в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива, у России нет никаких собственных инициатив на этот счет, мы поддерживаем усилия Кувейта, которые уже достаточно длительное время их предпринимают, и других стран, выступающих за восстановление единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Это в интересах каждой из этих стран, это в интересах самого Совета, это и в интересах Российской Федерации, потому что у нас с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива существует устойчивый формат министерского диалога. Мы, кстати, уже достаточно длительное время не собирались в таком составе, сегодня обсудили с господином министром целесообразность организовать такой министерский форум в обозримом будущем. Спасибо. Добрый день, Марьяна Беленькая, газета «Коммерсанты». У меня вопрос к Сергею Викторовичу, поднимался ли на переговорах вопрос о деле задержанной в Кувейте гражданки России Лазаревой, и вопрос к министру иностранных дел Кувейта, может ли Кувейт гарантировать полную прозрачность дела, и то, что права россиянки не будут нарушены? Мы этот вопрос затрагивали. Нас, естественно, беспокоит судьба любого российского гражданина, который оказывается в непростой ситуации. Мы выразили надежду, что в рамках рассмотрения ее дела по законодательству государства Кувейт будут обеспечены все ее законные права, в том числе права, которые вытекают из международных конвенций и участниками которых является Кувейт. Я такую просьбу передал, и мне показалось, что эта просьба была услышана. Как мой друг Лавров упомянул, Кувейт уважает все свои обязательства в рамках международных договоров. Согласно Конституции Кувейта, у нас все ветви власти являются независимыми. Мы, безусловно, понимаем внимание России к этому вопросу. На следующей неделе будет состоиться очередное заседание суда. Надеемся, что ситуация прояснится. Надеемся, что ситуация станет более очевидной и понятной. Египетское агентство Анба. Вопрос министру Лаврову о завелении сегодняшнего Министерства обороны России по поводу выхода сирийских беженцев из лагеря Рукбан. Прекратилось ли сотрудничество России и Америки по сирийскому досью? И есть ли какие-то достижения по выводу Сирии из кризиса? У нас контакты с Соединенными Штатами по сирийским делам сохраняются. Это и контакты по линии военных, так называемый канал деконфликтинга, который достаточно полезный. И есть контакты, которые и затрагивают более широкую сирийскую проблематику. Это что тоже не бесполезно, учитывая, что Соединенные Штаты, которые, пусть и незаконно, но де-факто находятся на территории Сирийской Арабской Республики, реализуют там некие свои замыслы, которые не всегда транспарентны. Поэтому, когда появляется возможность позадавать им прямые вопросы по поводу их истинных целей, это всегда бывает важно для нашего собственного понимания происходящего. Что касается конкретно лагеря Рукбан, он находится, как вы знаете, внутри 55-километровой зоны безопасности от ТАНФ, которая противозаконно была в одностороннем порядке американцами создана. И внутри этой зоны происходят достаточно конкретные вещи, укрепляются позиции американских спецназовцев. Там же рядом с ними и под их прикрытием отдыхают, выполняют свои запасы боевики-экстремисты. И на этой же территории находится лагерь беженцев Рукбан. Мы давно поддерживали призывы сирийского правительства к тому, чтобы этот лагерь был расформирован, и чтобы беженцы, внутренне перемещенные лица вернулись к своим очагам. В ответ нам говорили, что с этим пока дело обстоит сложно. Важно прежде всего накормить, напоить и снабдить беженцев в Рукбане всем необходимым. Был организован один конвой сирийским правительством при нашей поддержке. Но этот конвой боевики не пропустили внутрь зоны от ТАНФа, а сказали, что они сами раздадут гуманитарную помощь нуждающимся в ней беженцам. Ну, верить им на слово невозможно. Поэтому, когда стали настоятельно просить нас западные страны и ООНовцы о направлении второго конвоя по линии сирийского правительства, мы потребовали, чтобы этот конвой сопровождался ООНовцами и представителями сирийского общества Красного полумесяца, и чтобы именно они наблюдали за тем, как распределяется и кому распределяется эта помощь. Вот по итогам этого второго гуманитарного конвоя, параллельно с распределением помощи, был проведен опрос среди беженцев. 95% из находящихся там людей хотят добровольно вернуться к своим родным очагам. Сирийское правительство объявило, что активно содействует оборудованию соответствующих районов для проживания возвращающихся беженцев. И Российская Федерация, российские военные, которые работают в Сирии вместе с сирийским правительством, организовали два гуманитарных коридора для того, чтобы беженцы могли на автобусах, которые были для этого предоставлены, выехать из этого жуткого лагеря, где антисанитарная обстановка, голод и многое другое. Но теперь Соединенные Штаты стали заявлять, что они не выпустят беженцев из этого лагеря. Между прочим, когда они так настойчиво требовали организовывать гуманитарные конвои, мы задали им вопрос, а как ваши-то военные, которые на той же территории находятся, их-то как снабжают всем необходимым? Оказывается, снабжают из-за границы, из Ирака или из-за Ордании. Но если так беспокоиться о гражданских лицах, которые оказались в очень тяжелой ситуации в этом лагере Рукбан, то можно и их, наверное, снабжать было всем необходимым не через этих бандитов, которые контролируют большую территорию зоны Аттанфа, а из-за границы. То есть и тот факт, что от этого американцы уходили, и тот факт, что требовали только гуманитарные конвои из Дамаска, и то, что не выпускают сейчас, по сути дела, людей, держатых заложниками, наводит на одну очень неприятную мысль о том, что этот лагерь беженцев нужен американцам, чтобы продолжать оправдывать там свое незаконное военное присутствие. Ну и вкупе с другими некоторыми моментами это вписывается в ту линию, в которой многие начинают Соединенные Штаты подозревать, что они собираются создавать на восточном берегу Ефрата нечто наподобие квази-государства, но и в любом случае не хотят, чтобы эти территории вернулись под контроль законных властей Сирийской Арабской Республики. Поэтому мы будем, и об этом Министерство обороны твердо заявило, мы будем настаивать на том, чтобы этих людей перестали держать в этом лагере помимо их воли. Шукра лаком. Спасибо.